Здравствуйте! С вами канал Вкусный Огород Барнаул. Сейчас речь пойдет о выпекании хлеба. Я уже рассказывал, что довольно давно отказался от покупки хлеба в магазине. Стал выпекать его сам. Есть ролик на эту тему о выпекании очень простого, быстрого хлеба, поскольку рецепт очень простой, это так. Но выпекание хлеба это творческий процесс и прошло уже довольно много времени и кое-какие новшества уже внедрены. Самое главное, что стал использовать цельнозерновую муку. Я знал об этом и раньше, но просто не мог ее найти и вот сейчас нашел очень хорошую муку и ее прежде всего использую. Ну и некоторые какие-то еще изменения в приготовлении хлеба тоже сделаны. Прежде всего при приготовлении хлеба важны пропорции. Я привык мерить все в мерах объема, то есть в стаканах, в ложках и так далее. Ничего не вешаю, хотя весы есть, но это неудобно, на мой взгляд. Ну а кто любит взвешивать компоненты при приготовлении, например, хлеба, могут перевести потом сами уже в весовые категории. Так вот, для приготовления одной булки хлеба на 5 стаканов 200 граммовых муки, в основном цельнозерновой, добавляю 2 стакана 200 граммовых воды, добавляю 1 чайную ложечку соды. По соде хочу сказать отдельно, иногда делаю так, гашу соду уксусом и добавляю потом при замешивании теста, а иногда делаю иначе, просто добавляю сухую соду в муку, перемешиваю и потом уже добавляю немного уксуса просто в воду. То есть вода чуть-чуть кисленькая, получается и так неплохо, и так неплохо, как лучше, пока еще не определился. Но здесь экспериментировать можно до бесконечности. Еще примерно пол столовой ложки соли, но это сугубо по вкусу, можно добавить немного сахара. Это тоже на любителя, но в последнее время я и от сахара отказался, повторюсь, и от яиц отказался, и от масла отказался. Ну а масло идет только совершенно немножечко, чтобы смазать форму маслицем. Вот такой очень простенький рецепт, пропорции примерные очень, поскольку по ходу дела можно это корректировать. Еще цельнозерновая мука, это основа хлеба, но частенько добавляю туда в разных пропорциях ржаную муку, или, например, у меня еще осталось некоторое количество просто пшеничной муки высшего сорта, тоже немного добавляю. То есть здесь эта фантазия каждого кулинара может проявиться в полной мере. Сам процесс приготовления очень простой. Муку использую, как правило, местную, она хорошего качества. Вот здесь вот видно ржаная мука, это наша мука алтайская. Цельнозерновая мука тоже с нашего сибирского региона. И вот здесь вот видно еще немного остатки муки высшего сорта, тоже ее периодически добавляю. Но, повторюсь, основа всего хлеба это цельнозерновая мука. Еще должен заметить, что вместо воды можно использовать и другие жидкости, например, кефир, сыворотку, закваску, ну и так далее. Получается тоже очень неплохой хлеб. Причем еще можно иногда добавлять и творог, тоже так делал. Тоже получается хорошо. Но все-таки в основном готовлю самый простой хлеб. Первым делом всю муку просеиваю в специальном ситечке. Это делается для того, чтобы, ну, во-первых, очистить, конечно, муку. Хотя она и так чистая, вопросов нет. Но самое главное, чтобы она прошла определенную аэрацию и тесто получается лучше. Что важно, соду использую высокого качества. Специально долго искал и в конце концов нашел соду ГОСТА 76. Вот здесь вот видно хорошо. Эта сода имеет гораздо более высокие характеристики, меньше примесей и ее использовать, конечно, лучше. Эту соду не так просто найти, но все-таки она в продаже есть. Ну а замешивать тесто очень просто. Сначала насыпаю муку в специальную емкость. Затем добавляю воду и соду, и уксус и перемешиваю все руками. Все-таки лучше делать это руками. Практика показывает, да и многие хлебопеки-любители тоже подтвердят, что тесто любит руки. И замешивая его вручную, получается тесто более высокого качества. Консистенция полученного теста должна получиться, ну, может быть, чуть-чуть помягче пельменного, но, конечно, не такое мягкое, как тесто для пирожков, как раньше называли. Замешивать тесто очень просто и быстро. На это уходит всего несколько минут. И в зависимости от того, в какой форме будет выпекаться хлеб, формирую определенный каравай или булку, и уже размещаю в специальную емкость для выпекания хлеба. В данном случае это будет вот такая кастрюлька. Донышко емкости для выпекания хлеба смазываю маслом, ну и немного края. Здесь масла много не нужно, только-только смазать, и этого достаточно. Затем размещаю туда заготовку хлеба, так называемый колобок. После чего можно сделать на каравае надрезы ножом, чтобы хлеб лучше пропекался и выглядел более привлекательно. Причем заготовка хлеба не сразу отправляется в духовку, а должна постоять некоторое время. Как бы настояться? Клевопеки это очень рекомендуют, и я тоже так делаю. Действительно хлеб получается получше. Настояться тесто должно примерно минут 30, этого вполне достаточно. Но хотя все эти цифры, они очень относительные и подбираются экспериментально. Время выпекания хлеба в зависимости от величины булки, ну примерно около 50 минут, но бывает иногда до часа. Температура выпекания около 200 градусов. Это тоже подбирается экспериментально. Очень много зависит от той духовки, в которой проводится выпечка хлеба. Духовки все разные. В духовке включается нагрев сверху и снизу. Устанавливается температура 200 градусов, и хлеб выпекается вполне нормально. Вот время быстро пролетело, булочка готова. Вот такая получилась симпатичная булочка. В этот раз это круглая булка. Булка извлекается очень хорошо из емкости, не прилипает к донушку. Вот она выглядит вполне нормально. Надо дать ей некоторое время остыть, потому что сразу резать это получится не очень хорошо. Конечно, этот хлеб бездрожжевой, он немного отличается от дрожжевого, но это его качество ничуть не умаляет. Булочка, на мой взгляд, очень симпатичная. Чтобы корочка не подсыхала, можно смазать ее маслом, или просто накрыть, вот, например, полотенцем. Тоже получается очень хорошо. Булочка готова. Разрезаю ее и смотрю, как она пропеклась. Ну, видно, что булка в целом пропеклась неплохо. Выглядит нормально. Ну, может быть, густовато тесто в этот раз получилось. Но это, опять же, надо экспериментировать, смотреть, кому как удобно. Но в целом хлеб пропекается вполне хорошо. Поскольку много хлеба обычно мы не потребляем, весь хлеб разрезается на дольки вот такие. Часть оставляем для использования в ближайшее время, а остальной хлеб отправляется в морозильную камеру. Там он хранится довольно долго. По мере необходимости можно доставать, разогревать и использовать. Конечно, свежий хлеб лучше, но хранить где-то его надо. Лучший способ в морозилке. И вот в последнее время, в порядке усовершенствования этого процесса, были приобретены вот такие специальные формы для хлеба. Хлеб в них получается посимпатичнее, поудобнее. Выпекается очень хорошо. Вот выпечена булка очередная. Вот как раз пропорции для такой вот булки. 5 стаканов муки, 2 стакана воды, ну и все остальное, как было упомянуто выше. Видно, что хлеб выглядит вполне хорошо. Можно булки делать побольше, но это опять же кому как нравится. В последнее время сразу 2 булки выпекаю в духовке, чтобы слишком часто не печь хлеб. Получается тоже нормально. Приобрел 2 формы, так что никаких проблем с этим нет. В целом весь процесс, повторюсь, очень простой. На это уходит, ну может быть, я не знаю, не больше часа. Это на все про все. То есть и замес, и выпечка, и все такое прочее. И можно уже через час садиться за стол, кушать вот этот хлеб. Ну и конечно, каждый хлебопек любитель знает, что рецептов приготовления хлеба очень много. Даже я вот выпекаю хлеб, каждый раз стараюсь попробовать какой-то новый вариант. То немного добавлю одного компонента, то муку смешаю по-разному и так далее и тому подобное. То есть эксперименты могут длиться годами. К сожалению, повторюсь, что не всегда можно найти хороший качественный хлеб в продаже. Поэтому вот и приходится заниматься вот таким хлебом. Цельнозерновая мука, бездрожжевой вариант приготовления. Это все я считаю очень хорошо. И хлеб, самое главное, получается очень вкусный. Не знаю, на мой взгляд, по крайней мере. Так что посоветую попробовать выпечь свой собственный хлеб. Ну а дальше уже решите, удобно вам это или нет. Во всяком случае, я не знаю, довольно долго, уже примерно год, как минимум, раньше периодически выпекали хлеб, а сейчас полностью перешли на хлеб собственного приготовления. В конце пожелаю зрителям канала крепкого здоровья, всего самого доброго, до свидания.